здравствуйте вот вы знаете я думал-думал а вот почему так много в интернете фейковой информации и ведь публика ее очень хорошо хавает people хавает эту информацию ну про то что там доказывает очень складно о том что была был потоп всемирной 18 веке что вот-вот-вот масса людей которые меня-то смотрят вот мне такие вопросы дают ну вот вот же очевидные доказательства нам показывают о том что вообще раньше был ну чуть мобильники были у всех в карманах это потом просто для нас разыграли что была неправильная какая-то тот уж жизнь с конными экипажами со всем прочим все это давно было замечательно и война то была атомная с наполеоном и много чего вот это много такого фейка да но народ воспринимает и требует вот вы нам доказать что это не так а вы знаете вот те кто нормальное количество знаний имеет им это даже и доказывать не надо просто очевидно совершенно что это все не так они знают чем это время все заполнено у них есть масса всяких фактов и доказательств кроме вот этих вот пустяков которые значит навешали лапшу на уши так вот лапши на ушах у нас гораздо больше чем мы думаем это лапша очень важная эту лапшу очень сильно держат к нашим ушам приклеили бфом чтобы она не дай бог не отклеилась это лапша она важна для экономики она можно сказать системо образующие вот с чего началось у нас в мире освоение возобновляемых источников энергии ну я имею ввиду солнечная энергия ветровая энергия с чего началась она началась под слова о том что у нас идет глобальное потепление о том что нам нельзя увеличивать количество углекислого газа в атмосфере поэтому карбоновая экономика карбоновая значит угольная экономика она вообще недопустимо это это вообще страшное дело у нас еще есть эти самые дыры озоновые да озоновые дыры дыры есть и вот никто не задумывается о том что эти озоновые дыры существовали еще во время первого геофизического года в 1957 году когда не было никаких тех проблем от которых сейчас хоть фреоны знаете такие да это галогена углеводороды вот вот дескать и фреоны поднимаются в стратосферу и там они губят убивают значит озон озон очень важный газ для нашей планеты и вот озоновые дыры над полюсами возникают а вообще говоря теперь в эпоху когда очень много людей сторонников плоской земли и можно это втюхать да если представлять землю шаром то вы понимаете что над полюсами солнце не светит сверху вниз она очень под большим углом светит да и то есть там эти озон появится нему а чего появляется озон потому что ионизирующее излучение которое идет от солнца ультрафиолет ионизирует кислород до верхних слоев атмосферы поглощается этим и образуется результат этого процесса озон вот например когда сейчас уж таких множительной техники нет а вот когда она только у нас появилась везде в торговых центрах может было что-нибудь скопировать размножить вот когда появилась эта множительная техника тогда у нас значит от нее пахло очень сильно зоном происходила ионизация воздуха были у нас по популярна очень вот эти лампа горное солнце как моя мама называла а так это позже назывался ультрафиолетовые лампы да как это медицинская процедура была на физиотерапии вот на физиотерапии нас посылали там по холозонам потому что ионизировал он да ионизировал воздух так вот продукт этой ионизации поглощение лучей это как раз вот результат он да и кстати говоря ну пропал озон ну что лесопилка работает дрова как это доски напилила лесопилка но куда-то пропала ты понимаешь куда-то пилки пропали какая разница куда про нет конечно интересно с точки зрения куда же да бабушка из соседней деревни утащила к себе там зачем-то нужны были опилки может печками топить может быть розы в саду закрывать от холодов зимних какая разница ну для науки разница есть да но для потребления нет все равно все сработало уже да у если этот самый углеводород галогены углеводородов помогают распадаться озона ну и слава богу помогли и ладно но кстати говоря кто у нас главный поставщик галоген углеводородов думать вот эти пшикалки да пш-пш-пш как 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 были такие да нет главные эти самые поставщик это море да там значит выделяется помните вот на берегу море пахнет иногда этим самым бромом йодом да значит в домах которые недалеко от моря расположены в них значит вот это вот йод бром вот эти соединения его они значит разъедают электрическую проводку до контакта да там значит вот обычное дело значит там значит и окисляются контакты просят там приезжих отдыхающих поправить починить сейчас бабуль починим тебе инженегры приехали из москвы сейчас починим вот вот такие вот дела были вот отдыхать приехали они то есть не проблема тут там какие там на миллиарды то но обратите внимание что нас заставили сделать нас заставили теперь пользоваться вот этими аэрозольными баллончиками которые заполнили не огнебезопасным фреоном не ядовитым огнебезопасным фреоном который без запаха и цвета а заполнили его смесью содержащий воспламеняющиеся вещества углеводороды не галогены углеводорода просто углеводороды теперь значит это может маленький огнемет сделать из этой вот шикалки то вот это на не опасно теперь нас заставили всех иметь дома вот этот баллончик огнеопасный который в случае пожара взорвется прежний не взорвался он был бы наоборот как огнетушитель сработал они взрываются кстати говоря уже был такой неприятный случай это было дело по моему девяностых годах еще на пушкинской площади в подземном переходе произошел взрыв да ну понятное дело лужков сразу объявил что это чеченские террористы потом правда разобрались оказалось что это были свои разборки кто-то решил попугать там был ларек магазинчик такой ларек где продавали как раз эти пшикалки и перед ней на столе там стол стоял поставили сумку с самодельным взрывным устройством она бабахнула бабахнула разрушились вот эти вот баллончики и потом бабахнула уже сильно вот эта вот смесь понимаете какая штука если вот не было бы борьбы с озоновым слоем меньше бы людей просто никто не погиб бы да просто стекло побили бы и там кто-то доказывал свои свои права на подземное пространство москвы ну вот но доказали с тем что люди в ожоге получили тогда было принято что-нибудь такое для для понта под дверь подложить взорвать еще что-нибудь 90 это была общепринятая практика уж извините да тут вот такая вещь случилась кто мог знать что такая борьба с озоновым слоем ну вот так вот когда пошла у нас это вот зеленая энергетика она ведь была очень дорогая надо было создавать целую отрасль да который вот давал бы нам не гарантированный источник электроэнергии да вот эти огромные ветрогенераторы да целая отрасль это огромное количество панелей солнечных элементов все это принципе здорово все это принципе полезно но этого бы не было бы если бы не вот это вот вранье про глобальное потепление оно фильтруется вы заметили нет нет статей про отсутствие глобального потепления заметили в любой другом на науке есть статьи за и против одни говорят фотон частицы другая это фотон волна и те и другие печатаются а вот тут только одно ну все такие вот дела то есть без вранья нам товарищи не прожить ни дня потому что потребителя нашего нужно обманывать иначе он не купить что-нибудь а вот кстати есть у нас такая сейчас это только в россии только в россии есть две вещи которые нигде больше нет у нас есть значит актуальная такая тема прогноз магнитных буря у нас почему-то считают что магнитные бури влияют на здоровье нигде больше в мире так не читать только у нас кто-то когда-то сумел внушить и значит это еще в старое советское время и с тех пор значит институт земного магнетизма такие прогнозы выдает они нужны и он нужен значим вот а еще один момент это вот мы покупаем всяким кефир содержащий кишечную палочку для того чтобы эта кишечная палочка попала к нам в кишечник если мы испортили себе кишечную фауну то скажем пили антибиотики да а это бесполезный номер потому что вся эта кишечная фауна переварится у нас в желудке да там же у нас такая очень агрессивная агрессивная среда да для них и они просто перевариваются да и умрут от воздействия соляной кислоты но тем не менее нам чутьюхи в паре о учись век живи век учить и дураком помрешь вот но я прошу вас не забывать это вот не обман это правда мне деньги нужны да можешь мне поверить деньги мне нужны и вы мне пожалуйста их пришлите даже есть такой возможности у вас нет постарайтесь из последних средств прислать их мы тебя внизу у меня есть номер моей сбербанкской карточки он цифрами заканчивается 32 43 номер счета в сбербанке все реквизиты paypal яндекс деньги киеве кошелек со всеми необходимыми реквизитами пожалуйста пришлите деньги мне очень и очень нужны пока